Привет-привет, мои дорогие друзья, с вами Вика, вы у меня на канале про стильные находки с Алиэкспресс, мы сегодня будем вместе распаковывать много посылок с нашего любимого Али, все ссылки я оставлю в описании под этим видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, проверьте подписку, если все еще почему-то смотрите мои видео не подписавшись, очень рекомендую нажать на эту кнопочку, мне будет приятно, ну и вам полезно, также ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые выпуски, лайк перед просмотром этого видео и давайте будем начинать. Я убеждена, что парфюм это обязательная деталь любого модного образа и чем больше таких деталей, тем лучше, именно поэтому для себя я выбираю формат аромабоксов, я уже однажды в своем видео делилась с вами, что я заказываю аромабоксы в интернет-магазине rendezvous.ru, это интернет-магазин парфюмерии, в котором представлен огромный выбор различных аромабоксов по настроению, по брендам и в этот раз я решила познакомиться с брендом Lela Bob. В интернет-магазине парфюмерии rendezvous.ru представлены, конечно же, не только аромабоксы, но здесь есть и полноразмерные как нишевая парфюмерия, так и парфюмерия всех известных мировых брендов. Самое главное, что на сайте rendezvous.ru вся продукция 100% оригинальная и здесь есть возможность оплачивать долями в рассрочку без процентов. В моем аромабоксе представлена топ-подборка 8 ароматов от бренда Lela Bob в стеклянных мини-флакончиках по 1,5 мл. Одного флакончика, кстати, хватает на 35 распылений, так что ароматов очень много и это достаточно выгодный формат. Среди них мне больше всего понравился аромат Santal, Santal 33 он называется. Это древесно-кожаный аромат, он напоминает мне запах какой-то винтажной кожаной или замшевой куртки, немножечко с цветочными нотками, так как здесь в композиции также присутствует ирис. Он очень нежный, благородный, он яркий и узнаваемый. Для меня это больше вечерний аромат и, по моему мнению, он идеально подходит как для девушек, так и на мужчинах. Он раскрывается тоже потрясающе. Еще один аромат, который мне безумно понравился от бренда Lela Bob, это LIS 41. Это лилия и здесь смешанные ароматы белых цветов, тубероза, лилия, по-моему, еще есть жасмин. Безумно приятный женственный аромат, хотя я на самом деле цветочные парфюмы не люблю. В моих фаворитах всегда либо ароматы без аромата, то есть что-то такое, запах чистоты. У Lela Bob, кстати, тоже такой аромат есть, это Ombret 9. И очень хорошо, что его нету в этой подборке, потому что этот аромат я не чувствую от слова совсем вообще. Так вот, LIS 41 меня впечатлил, потому что это единственный цветочный аромат, который мне действительно нравится. Среди ароматов, которые мне не понравились абсолютно, я бы могла выделить Pachule 24, скорее всего, он будет лучше просто на мужчинах. Он слишком грубый для меня, и я в нем слышу нотки, которые мне совсем не нравятся. И именно этим и хороши аромабоксы, потому что вы можете попробовать разные ароматы на себе. Они абсолютно по-разному могут звучать на разного типа кожи, и на мужчинах, и на женщинах, и в разное время суток, и в разное время года, поэтому очень важно нишевую парфюмерию разнашивать. Именно поэтому я обожаю формат аромабоксов, потому что можно не тратиться на полноразмерный флакон, который просто может у вас в итоге стоять на полке неиспользуемый. А так вы поняли, подходит вам парфюм этот или нет, и не потратили большую сумму денег. На сайте rendezvous.ru сейчас проходит большая распродажа, скидки до 50% на парфюмерию и косметику. И с моим промокодом можно сэкономить еще больше. 10рон дает скидку 10%, которая будет суммироваться. Все ссылки вы найдете в описании под этим видео. В сегодняшнем видео у нас будет много одежды, несколько пар обуви, аксессуары, очки, бижутерия. Будут брендовые находки, сумка и кроссовки. Начинаю я с джинсовки. Джинсовка из магазина, которая отшивает под массе Мадутти. Я уже оставляла на нее ссылку в своем телеграм-канале Оливизрон, так что подписывайтесь. Там иногда обзоры даже быстрее выходят. Так что очень вам рекомендую на телеграм подписаться. Джинсовку я там публиковала. Сейчас мы вместе на нее посмотрим. Она достаточно плотная, неприятного запаха у нее нет. Но это, естественно, копия Массима. Не такое будет качество. Это сразу же видно по дениму. Он такой как бы не очень сильно держит форму. Я думаю, что в оригинале он все-таки поплотнее и пожестче будет по структурированию. Но, тем не менее, качество у нее хорошее. Модная джинсовая куртка с потертостями, с накладными карманами. Карманы сейчас в тренде абсолютно на любом типе одежды и аксессуаров и так далее. Так что карманы мы снова внедряем во все свои образы. Я ее взяла в размере М. Она мне по размеру будет хорошо. Чуть-чуть оверсайз. Я люблю сильный оверсайз, так что, возможно, эту джинсовку я бы брала в размере еще побольше. Ну, а вы ориентируетесь по себе, по своим параметрам, по размерной сетке, в том числе продавца. Качество вам все подробненько покажу. Нитки внутри присутствуют, но их не очень много. Самое главное, что нет вот этого неприятного химозного запаха от денима, который очень часто встречается на Алиэкспрессе. Ну, а так я думаю, что я бы себе все-таки эльку лучше брала, так как я люблю супер свободную посадку. Кстати, деним сейчас актуален. Мне кажется, он особенно актуален каждый весенний-летний сезон. И сейчас в тренде Total Denim Looky, так же, как и в прошлом году, в принципе, это было актуально. И сейчас модно миксовать разного цвета деним, то есть не специально подбирать комплекты, а именно из разных коллекций, из разных брендов. Носить, например, джинсы с джинсовкой, джинсовую юбку с каким-нибудь джинсовым топом. И я заказала на Али, нашла очень классные варианты, скоро вам тоже покажу. Обязательно подписывайтесь и на колокольчик нажимайте. А я уже по ходу дела распаковываю костюм спортивный, тоже он под бренд... А, нет, это не Zara. Кстати, я думала, что это Zara, потому что здесь такие надписи в стиле Preppy. Но это другой магазин. Это магазин Вот Твой, называется, интересный. Магазин здесь достаточно такой уникальный ассортимент, который в других магазинах не встречается. Так что тоже загляните, подпишитесь. Я у этого магазина часто новинки отсматриваю и иногда что-то заказываю, когда мне что-то новенькое там нравится. Это SK костюм в белом цвете с зелеными надписями. Здесь написано The Art of Everyday. Такая небольшая надпись, не сильно акцентная, ничего на себя не берет, слишком много внимания. Но при этом что-то такое интересненькое добавляет этому костюму. И джоггеры на резинке, они тоже у меня в размере S. Присутствуют бирочки фирменные магазина. Действительно красивый белый, не молочный, все-таки кипено-белый, но он не такой из синева. Красивый, действительно хороший цвет. И есть начес у этого костюма, так что он не совсем летний. Это больше такой демисезонный комплект на весну, на осень, на переходный период. Будет хорошо. Я думаю, что я уже сейчас его смогу носить. Кстати, с этой джинсовкой будет классно комплектоваться. Мне по качеству понравился. Возможно, есть и другие расцветки у продавца, так что обязательно заглядывайте, переходите по ссылке. А по составу я вам не сказала, потому что здесь внутри и не прикрепили бирочку с составом. Так что надо будет посмотреть, что там продавец указывает в характеристиках товара, если для вас это очень важно. Мне кажется, что это футер хлопковый, а начес, естественно, это полиэстер. А сейчас давайте посмотрим на несколько гаджетов. Точнее, их будет два. Начну я с вот такой зубной щетки от бренда Sukas. На самом деле, я такой щеткой пользуюсь уже больше года, и я безумно ей довольна. У меня чувствительные десна, и именно вот эта щетка помогает мне получить тот эффект чистоты зубов, который длится очень долго, не повреждая десна. Эта щетка вышла просто в новом дизайне, так что я решила обновить. Посмотрите, здесь какой прикольный котик, который служит UV-лампой, стерилизатором, который обеззараживает вашу щетку. Сейчас я открою эту коробку и покажу вам все подробнее. Эти гаджеты из магазина Top Sourcing на Озон с быстрой доставкой. Ссылки в описании. Щетка приходит в подарочной картонной упаковке, которую не стыдно подарить на любой праздник. Внутри коробки мы видим комплект. Он состоит из кабеля Type-C, отдельной коробки с насадкой на стерилизатор в виде кошачьих ушек и две специальные насадки для щетки. Сама щетка выполнена из soft-touch пластика. Ее очень приятно держать. А на кнопке включения мы видим милую лапку кошки. А сама кнопка переключает пять режимов, которые интеллектуально подбирают скорость движения щетины. Сзади тоже классная лапка кошечки и ребристая поверхность для удобства использования. Заряжается щетка от USB-C. Она водонепроницаемая и хватает ее на 180 дней. Стерилизатор выглядит в виде кошачьей мордочки. Когда мы помещаем щетку, закрываем, внутри включается UF-лампа для обеззараживания. В комплекте, как я уже сказала, две насадки. Одна насадка для отбеливания, вторая классическая. Стерилизатор можно повесить на стену. Эта щетка по-настоящему удобная, надежная. Она отлично делает свое дело. Я смело могу ее рекомендовать. И вторая коробка огромная. Тоже из магазина Top Sourcing на Озон. Это на самом деле мой фаворит. Это моющий пылесос, который я просто обожаю. Он изменил нашу жизнь просто на до и после. Я сейчас вам подробно расскажу и покажу, почему. Вы сами в этом убедитесь. Такой пылесос я на самом деле уже несколько раз вам показывала. Показывала, как я им пользуюсь у себя в социальных сетях. Потому что этот пылесос облегчил мою жизнь просто до максимума. Мне теперь абсолютно не приходится мыть пол никогда. Этот я взяла в подарок для своей семьи. И сейчас я вам покажу. Откроем вместе с вами коробку. Посмотрим подробно на комплект. И расскажу, в чем же его преимущество. Еще раз напомню, что все эти гаджеты из магазина Top Sourcing на Озон. Ссылки находятся в описании под этим видео. И там же есть промокоды. Доставляется пылесос CaringB для влажной уборки в большой картонной коробке. Внутри мы видим комплект. Это руководство пользователя на русском языке. Дополнительный валик-щетка. Дополнительный HEPA-фильтр. А также съемный аккумулятор, который является также дисплеем режимов работы. Также в комплекте есть щетка для чистки. И блок питания, который вставляется в специальную зарядную станцию. В комплекте также ручка для пылесоса. И сам пылесос в сборе. Все детали сделаны из хорошего, качественного пластика. Пылесос не занимает много места. Он находится на зарядной базе, которая также служит базой для самоочистки пылесоса. Верхний контейнер предназначен для чистой воды. В него можно заливать либо просто воду, либо воду с моющим средством. Но главное, чтобы оно не пенилось. Нижний контейнер на 800 мл для сбора грязной воды и пыли. Я предлагаю сейчас провести эксперимент, как будто бы мы моем пол в кухне после активной готовки. Включаем пылесос. Запускаем его и буквально в одно движение руки. Он сам без усилий с моей стороны едет и производит уборку. Он отлично убирает любое половое покрытие. Естественно, кроме ковров. И после того, как вы закончили уборку, вам нужно разместить пылесос на зарядной базе и включить функцию самоочистки. Здесь есть обычная и глубокая самоочистка. После того, как пылесос самоочистится, он начнет сушку мокрого валика автоматически. Этот пылесос главный помощник для вашего дома. А подробнее познакомиться с характеристиками и приобрести этот пылесос вы можете по ссылке в описании. Еще раз напомню, что все эти гаджеты из магазина Top Sourcing на Озон. Ссылки находятся в описании под этим видео. И там же есть промокоды. И мы идем дальше. Посмотрим, что у меня здесь вот в таких милых маленьких коробочках. А это бижутерия. Здесь я заказала очень много. Это магазин EHPub. Я не знаю, как правильно его произносить. Я его называю Юхпуп. Я с этим магазином не сотрудничаю, поэтому никаких промокодов вам здесь не предоставлю. Я сама частенько у него беру, заказываю. Покажу вам, наверное, сейчас одну коробку, чтобы много просто не монтировать, много не снимать. Но вы обязательно подпишитесь на мой канал. Потому что вторую коробку я вам покажу обязательно в следующем видео. Украшения здесь пришли вот в таких зип-лок пластиковых водонепроницаемых пакетах. Кстати, это мне нравится, потому что можно будет еще раз использовать. Можно будет что-то другое, например, в чемодан сложить, что-то очень мелкое. Ну и ту же самую бижутерию тоже можно будет в таких пакетах переносить, где-то перевозить в том же самом чемодане. Я сейчас это все быстренько распакую и покажу вам все эти украшения вместе, для того, чтобы надолго нашу распаковку не затягивать. И буду их, естественно, примерять, использовать в своих образах сегодня. Так что вы их увидите и в примерке на мне в том числе. Ну а пока мы двигаемся дальше и посмотрим еще очки. Я сегодня покажу вам двое очков под бренд Ray-Ban. Первый в черном жестком кейсе у меня в черном цвете очки. И вот такая у них необычная форма, вроде бы это авиаторы, но при этом они восьмиугольные. То есть не привычные такие овальные авиаторы, а что-то такое новенькое, интересненькое. У меня таких никогда не было. И я в этом сезоне очень полюбила очки именно в черной тонкой металлической оправе. Мне безумно нравятся, как они смотрятся с минималистичными образами. Очки по качеству классные. Все подробненько вам тоже продемонстрирую. Здесь в комплекте есть салфетка для протирки очков и есть карточка с перечислениями моделей. И комплект здесь такой же, как и оригинала. Отличия будут абсолютно минимальными. У меня есть и оригинальные очки, и не оригинальные с Алиэкспресс. Я их все ношу. И особой, знаете, разницы и не замечают. И мы идем дальше и посмотрим на тренд этого сезона. Это миди-юбка. Я вам уже много разных миди-юбок показала с Алиэкспресс. Заказала еще вот такой вариант с разрезом спереди. Здесь состаренный цвет. Кстати, опять же, такую юбку можно сочетать с джинсовкой, которую я показала первой в сегодняшнем видео. И несмотря на то, что у них будет разный цвет, они будут классно вместе сочетаться. Эта юбка у меня в размере М. Вот она как раз пахнет немного вот этой вот хлоркой или краской. В общем, джинсовые вещи частенько таким образом пахнут. Скорее всего, это потому, что этот магазин не совсем фабричный. Такой магазин с китайской, корейской какой-то одеждой. Не совсем известный. Но у него, кстати, я частенько нахожу хорошие джинсы или хорошие джинсовые шорты. Так что он у меня тоже сохранен в моих закладках. Я периодически у него смотрю, что там появляется. Юбка неплохая по качеству. Она была достаточно бюджетная. Примерно полторы тысячи рублей на момент моего заказа. Здесь нет прорези для пуговицы. Но из этого магазина всегда так приходит деним. Без прорези это такой признак того, что это вещь новая. Поэтому многие магазины китайско-корейские делают именно таким образом. Кстати, сейчас на Алиэкспрессе должна быть распродажа. Я видео записываю заранее. Но я думаю, когда оно выйдет, распродажа уже начнется. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал Alivezron. Потому что про всякие акции я пишу первее там. То есть самые быстрые новости про какие-то супер промокоды Алиэкспресса появляются там. Обязательно рекомендую вам подписаться. Ну и в принципе все акции, скидки, промокоды вы найдете именно в телеграм-канале. Так что знайте, что сейчас распродажа и можно будет сэкономить. И дальше я взяла вот такие два интересных зип-пакета. Здесь написано MOMI или MOMI ND Studio. И это майки. Две одинаковые трикотажные майки на тоненьких бретельках в отличном качестве. Это должен быть 100% хлопок. Сейчас я это проверю. Что здесь написано 95 хлопок, 5 спандекс. Бирки хорошие. Здесь прикреплены. Наростовка 165. Я у них вижу по проме. То, что лямки не очень длинные. Они, скорее всего, не подойдут на высокий рост. Будут, наверное, лучше на рост до 165. С такими магазинами корейскими частенько такое случается именно у майок. Кстати, я в этом сезоне много всяких разных майок заказывала и показывала вам уже в том числе. Здесь, кстати, много расцветок. Я взяла черную и бежевую. Базовые варианты на любой сезон. Я майки ношу круглый год. Я начала говорить про то, что какие майки были самыми лучшими из тех, которые я вам уже успела показать. Так как я много заказываю, смотрю, отсматриваю и потом делюсь. Что в моих фаворитах осталось? Пока что в моих фаворитах майки под Массимо Дутти из магазина, по-моему, это был Мадеутти. Я их публиковала также у себя в Телеграме. Вот эти майки самые классные. И вот эта под Луэво тоже очень классная. Но если вы копии брендов не любите, то обратите внимание именно на Массимо. Она в районе 1000 рублей стоит. Пока что она самая лучшая из всего, что я на Алиэкспрессе встречала. Обязательно тоже продублирую ссылку в Телеграм-канале на момент выпуска этого видео. Дальше я распаковала джинсы. Я вам тоже, кстати, про них когда-то уже говорила в своих предыдущих выпусках. Я вам показывала джинсы с розовой вышивкой и говорила, что я вот эти жду. Я думала, что они под бренд Сандро, но они под бренд Маш. По сути, это одно и то же французские бренды. Здесь, кстати, смотрите, бирочки Маш присутствуют. Размер 2. Сейчас с размером очень сильно переживаю, что ошиблась. Потому что они кажутся очень узкими. Они, скорее всего, будут супер в обтяжку. Я такие не очень люблю. Я уже привыкла к свободным джинсам с сигаретом. Просто прямым, которые оставляют воздух в зоне ноги, бедер и всех остальных мест. Но здесь, скорее всего, они сядут прямо в облипку. Это 99 хлопок, 1 эластан. Хотя мне кажется, что у них здесь побольше эластана. Потому что они хорошенько так тянутся. Ну, не очень хорошо, но все-таки тянутся. Вышивка есть в розовый цветочек. Такая совсем ненавязчивая. По длине они, скорее всего, будут неполноценными. Но, по моей памяти, они не должны быть совсем уж длинными в пол. То есть, они должны быть слегка укороченными. Для того, чтобы носить их с открытой щиколоткой летом. С какими-нибудь сандалями массивными. Либо немассивными. С балетками. Кстати, будет очень классно смотреться. Потому что очень такой романтичный силуэт. С кармашками на бедрах. Такие немножечко в ретро стиле. С крупными пуговками. И, конечно, вот эта розовая вышивка добавляет женственности. Так что я бы стилизовала это именно с балетками. С перемычкой. Под Мэри Джейн будет очень красиво. С таким вот жакетом, например, как у меня. Вязаным в полоску. Можно в светлом цвете. Жакет на мне сейчас из магазина Муэру. Это корейский магазин. Но жакет вязанный. В нем у меня немножко даже жарковатый. Так что не совсем такой летний вариант. У меня из этого магазина есть еще полосатый жакет. Тоже с золотыми пуговицами. Очень красивый. Больше подходящий для лета. Давайте мы сейчас еще посмотрим один из моих фаворитов на Алиэкспрессе среди магазинов. Это Фансиланин. Я также у них постоянно отсматриваю новинки. И когда что-то появляется из того, что мне очень нравится, я заказываю. У них больше офисная одежда. Поэтому не все мне подходит по стилю. Очень много у них строгих платьев. Обязательно заглядывайте, если вы работаете в офисе. Если у вас дресс-код. Я уверена, вы много всего интересного для себя найдете. И здесь шикарное качество. Я для себя здесь выбрала вот такой кардиган. Он мне, опять же, напомнил французский бренд Сандро и Лимаш. Мне кажется, у них очень много подобных изделий в ассортименте. Смотрите, какая аккуратная упаковка. Все проложено бумагой. Каждая пуговка защищена. Есть фирменные бирки. Есть кнопка, вернее, пуговица дополнительная. В конвертике присутствует. Сейчас я сразу же состав посмотрю. Здесь 70,5% вискоза и 29,5% полиэстер. Хороший состав. Я рада, что здесь вискоза, а не 100% полиэстер. И очень классный дизайн. Здесь такой вырез с сердечком идет снизу. Так что будет классно смотреться с высокой посадкой. Даже, кстати, с брюками, которые на мне сейчас. Таким контрастным белым поясом, имитирующим резинку от нижнего белья. Либо просто внутренний шов этих брюк. Очень будет классный этот кардиган. Его можно носить на голое тело. Я думаю, в нем будет и комфортно, и приятно. И ничего здесь лишнего не будет виднеться. Достаточно такой строгий силуэт. И трендовый, что самое главное для меня. Это размер М. Он здесь идет на ростовку 160. Но я думаю, что он мне будет хорошо и по длине рукава, и по обхвату, по объемам. Я думаю, что АС-ку брать не нужно было. Вот М-ка в самый раз. Сейчас я все пуговицы тут распакую. Но вам показывать не буду. Вы уже в примерке это все увидите. По качеству супер. И Фанселанин это как раз тот бренд, на который стоит обращать внимание во время распродаж. Потому что они всегда участвуют в этих акциях Алиэкспресса. У них всегда есть дополнительные купоны. И так как обычно здесь одежда не такая бюджетная, все-таки это сегмент повыше на Алиэкспрессе, так как качество соответствует этой цене. И это фабричный Алиэкспресс с хорошим контролем качества, с хорошим клиентским сервисом. Вы можете им писать, консультироваться по размерам. Они вам всегда ответят. Так что со скидками здесь, конечно же, брать приятнее. Следующая посылка тоже Фанселанин. Здесь, кстати, в такой мешочек отдельный тканевый что-то еще положили. А, это пояс к платью. Так это мило. Такая прямо забота чувствуется у этого бренда о своих покупателях. Платье в бохо стиле. Тоже оно проложено бумагой. Вот такое вот белое, кружевное. Кстати, какой размер-то я здесь взяла? Надеюсь, что это не эска. Нет, это эмка. Эмка тоже на рост 160. Так что азиатские бренды все-таки маломерят по росту. К сожалению, на высоких редко здесь что-то подходит. Поэтому это нужно всегда учитывать. Рост 160-165. Это идеально для этого бренда. Но, кстати, у них мне что нравится, то, что в описании все очень подробненько. И модели всегда указаны, их параметры, их рост и размер, который на них. И я всегда ориентируюсь именно на эти показатели, на модели. Смотрю, что на них. Они обычно выше, чем я. Но при этом на них как-то одежда лучше сидит, чем на мне. Хотя размеры обычно тоже там эмка на моделях представлены. Так вот, платье классное по качеству. Оно не будет просвечивать, оно с подкладкой. Но при этом оно будет очень приятным. И даже, я думаю, летом, в принципе, тоже, так как оно летящее, все равно все будет продуваться. Как раз такое платье тоже можно застилизовать с модными сейчас балетками. В составе 100% хлопок, кстати, кроме подкладки. Подкладка здесь из полиэстера, скорее всего, да. Подкладка из полиэстера. Рекомендации по стирке присутствуют, всегда их придерживайтесь. Обязательно. Платье хорошее, мне нравится. Но, возможно, Элька мне была бы лучше по длине, но я примерю, и мы это посмотрим. Такая эстетика сейчас снова популярна. Бог, ну, она каждое лето популярна, потому что это классно смотрится. И поясок у платья присутствует, но я, скорее всего, буду носить без пояса, потому что я не люблю отпоясывать платья. Особенно такие свободные, широкие. Мне не нравится такое силуэт. Дальше мы смотрим брюки в молочном цвете, тоже фэнселанин. Расцветки были и другие в том числе. По-моему, черная была, точно. Черный, черный и белый, скорее всего, других не было. Это М-ка. Они на модели были по длине практически в пол. При том, что модель была повыше явно, чем я. Но я думаю, что они все-таки не такие длинные на мне будут. Я очень надеюсь, что подойдут мне по росту. Ну, посмотрим. В примерке вы увидите. По качеству хорошо. Они в меру плотные. Они чуть-чуть, возможно, будут просвечивать. Но это допустимо для лета. Посмотрите, какая внутри аккуратная обработка швов. Все забрендировано. Каждая петелька здесь техническая. Все с брендингом. Очень красиво. И пломба вот эта стоит. Фэнселанин, это значит, что вещь 100% новая. Кстати, мне интересно, есть у них офлайн-магазины в Китае или нет. Очень было бы интересно его посетить. В общем, в примерке вы все увидите. Я думаю, что сядут они на меня хорошо. По размеру хорошо будут. Но по длине я пока что сомневаюсь. По качеству супер. По поводу того, что просвечивают. Просто нужно телесное белье обязательно. Под такие брюки. Под любые светлые брюки. Летом нужно телесное белье. Бесшовное, чтобы ничего не виднелось. Особенно, если вы придерживаетесь какого-то дресс-кода. В офисе работаете. Это прям обязательное правило. Дальше мы посмотрим спортивные комплекты. Эти комплекты из магазина UK Fashion. Первый у меня в бежевом цвете. Но расцветки присутствуют разные. Он состоит из шортов и футболки-свитшота. Почему? Потому что здесь удлиненный рукав. И она достаточно плотная. Мне очень нравится по дизайну этот комплект. Его можно и дома носить. И можно будет летом. Просто с кедами прогуливаться где-то во дворе. Либо по городу. Допустимо. Потому что здесь длина шорт в принципе не сильно. Они уши мини. Такие до середины бедра. Я конечно в городе не очень люблю короткие шорты. Но такого спортивного плана, если ты выходишь куда-то с ребенком прогуляться, тоже в принципе это нормально. По качеству мне очень все понравилось. Это размер M. Здесь два размера M и L. По размерной сетке ориентируйтесь. Мне нравится как внутри все сделано. Очень приятная петелька. От которой знаете вот не отваливаются вот эти вот части. Бывает такое частенько, когда получаешь какой-нибудь костюм с Ари или с других маркетплейсов. И отваливаются вот эти вот нитки от внутреннего материала, в общем от футера изнаночной его стороны. Здесь такого нет. Очень он приятный на ощупь. И цвет хороший. Крем-брюле такой не желтый. Это мне тоже понравилось. Следующий комплект тоже из новинок от UK Fashion. Он в голубом цвете. Но есть и бежевый и другие варианты расцветок в том числе присутствуют. Он с толстовкой на молнии. Молния здесь металлическая. Все работает исправно и смотрится хорошо. Здесь внутри не такая петелька, но тоже приятный материал на ощупь. Я думаю, что это хлопок. По-моему, хлопок был заявлен в составе. И мне нравится, что эта толстовка удлиненная. Универсальная вещь. Ее можно будет носить и с джинсами, и с какими-то другими комплектами. Расцветки есть. Голубой, конечно же, не самый универсальный. Но на лето мне захотелось чего-то такого нежного. И шорты очень похожие на бежевые, но все-таки немножечко другие. Здесь нет этого необработанного края. Но тоже все очень приятненько. Правда, я бы себе, наверное, эльку выбирала. Мне кажется, элька мне была бы лучше именно шорты. А толстовка, она супер-оверсайз. Так что по толстовке у меня нареканий нет никаких. И то, как она сидит, то, как она на ощупь ощущается, мне очень понравилось. Дальше мы с вами посмотрим обувь. У меня здесь, видимо, это фидонос. Да, фидонос всегда кладут вот такой вот пакет. Кстати, мне пригождаются. Все, что продавцы складывают дополнительно обычно, мне пригождаются. Здесь есть еще резинка для волос. Это туфельки. Вернее, не туфельки, а мюли на небольшом каблучке. По дизайну это Zara. Zara теперь у нас нет, так что остается ее покупать только на Алиэкспрессе. Но здесь нет, кстати, брендинга никакого. То есть это не копия. Они были доступны в черном и в бежевом цвете. Мне кажется, что бежевые очень сильно отличаются от фотографий, которые были представлены у продавца. По-моему, он был телесным, а здесь по факту он прям молочно-белый, такая слоновая кость. Подошва бежевого цвета по размеру 240. Вижу, что мне будет нормально, но совсем впритык, так как здесь достаточно узкий носок. Он прямо острый. Скорее всего, они немножечко все-таки маломерят. Мне нравится, что у них мягкая стелька, она пружинит. И очень красивое декольте, вот этот вот вырез в районе ступни, в районе пальчиков. Безумно будет это все красиво, конечно же, на лето. Я бы, наверное, все-таки черный цвет выбирала, потому что мне белый кажется не совсем универсальным. Именно вот в таком формате он слишком белый. Хотя он классно будет очень смотреться с моей сумкой Amazing Song, потому что она тоже именно вот такого цвета. У меня цвета слоновой кости. Все-таки не молочный, не крем-брюле, а такой вот интересный белый цвет. Но мне нравится по качеству, неплохо для этой цены. Дальше давайте мы посмотрим интересные бомберы. Бомберы, опять же, под Zara. В каждом видео мы какие-нибудь бомберы с вами распаковываем. Надеюсь, вы не устали. Я в этом сезоне заказала все, какие были на Алиэкспрессе практически, потому что это в тренде. Синий, с золотыми пуговицами, из ткани, похожий на такой пальтовый драб, синтетически, естественно. Что по составу, скорее всего, ну да, 100% полиэстер, естественно. Есть подкладка, пуговицы мне нравятся. Это не пуговицы, это кнопки. И они хорошо сделаны, они не слишком такие уж совсем желтые. Они работают хорошо, они не отвалятся, в отличие от каких-нибудь просто пуговиц. По размеру, я думаю, мне хорошо будет М-ка. Размер меньше не нужен был. И больше, скорее всего, тоже, потому что это такой больше даже, наверное, формат не бомбера, а укороченного жакета, который именно вот в таком силуэте и должен сидеть. То есть он не должен быть прям супер-оверсайз, он должен быть по фигуре. Но все равно место в актуальной посадке, оно всегда должно оставаться какой-то воздух между телом и вещью. Так что ориентируйтесь по размеру, по сетке, но я не уверена, что оно здесь верное. Из минусов нитки торчащие есть, и синий цвет будет на себя все принимать. Все нитки, всю пыль. Дальше мы распакуем серый. Мне кажется, серый более удачный в плане носибельности, если именно смотреть на свойства ткани, вот эту вот прилипчивость. Этот серий очень похож на бомбер букле, который я вам недавно также в распаковках показывала. Вот тот самый трендовый шерстяной под шерсть, под Zara. Очень похожая у него ткань, но она более гладкая, все-таки не букле, просто у нее есть вот этот меланж цвет. Тоже эмка по размеру, есть подкладка, она в тон. Это очень хорошо, что она не черная. 100% полиэстер, также золотые кнопочки здесь присутствуют. Этот очень красивый, с ним можно составить миллион классных образов, и с юбкой миди, и с Adidas самбо будет классно смотреться. По сезону это теплая весна, то есть это замена просто альтернатива жакету или тонкой косухе. Мне по качеству нравится неплохо, но это не оригинальный пошив, так что это нужно просто иметь в виду. И мы двигаемся дальше, у меня здесь платье. Платье мне пришло с биркой манго, так что я очень надеюсь, что это оригинальное качество, потому что обычно, когда бирочка манго присутствует, это именно оригинал. Вот такое вот оно интересное, черное, в белую крапинку ткань, очень приятное на ощупь, сразу же это могу отметить. Имитирует шелк, но при этом она не такая блестящая и не такая скользкая. Очень приятное на ощупь, женственное, красивое платье, длины миди. Кстати, на фотографиях оно казалось значительно короче, я думала, это платье мини будет, но нет, оно длинное. Это хорошо, будет классно и с грубыми ботинками смотреться, и опять же с балетками Мэри Джейн. Почему я про них сейчас постоянно говорю? Потому что это самая актуальная формула образа, это именно балетки Мэри Джейн с джинсами, либо с миди-юбкой, либо с платьем, это сейчас один из самых главных трендов. 100% вискоза в составе, внутри есть бирочка манго, отличное качество, мне очень нравится это платье, я надеюсь, что по размеру оно мне подойдет. Это эска, вы увидите это все в примерке. Как оно здесь застегивается, я не понимаю, наверное, никак, здесь нет молнии, то есть оно просто сверху надевается, но у него есть разрез снизу, так что таким вот образом оно выглядит. По качеству супер, очень мне понравилось. Еще, кстати, плюс этого платья в том, что оно мяться не будет, очень приятный материал такой, который не мнется. Дальше мы распаковываем сумку от бренда Famicare. С этим брендом мы сотрудничаем, и я делюсь промокодами, если они мне его предоставляют. Так что если на эту сумку также будет промокод или на какие-то другие, я обязательно вам про это сообщу. В телеграм-канале обычно пишу, оливизрон, обязательно подпишитесь. И здесь, конечно же, тоже добавлю, если они на момент выпуска моего видео поделятся промокодом. Сумка в форме полумесяц, такая минималистичная, у меня в коричневом цвете, но расцветки были. Ее можно носить не только таким образом на руке, но и здесь предусмотрен, естественно, ремешок, который вот таким образом упакован в пленку. И фурнитура здесь в серебре. Это огромный плюс, я очень люблю, когда фурнитура не ярко-золотая, а когда она серебристая. Это сразу же делает сумку более такой деловой, более минималистичной. Ее можно с большим количеством комплектов, как мне кажется, комплектовать, нежели когда фурнитура ярко-золотая. Но золотую я тоже ношу, тоже у меня присутствует. И, в принципе, так же часто я ношу и золотую фурнитуру, но серебристая просто как-то реже встречается. Мне нравится, что она такая мягкая подушечка бесформенная, что она будет принимать форму того, что вы в нее положите. То есть такая форма хоба. И в нее, кстати, очень много всего поместится. Абсолютно спокойно туда поместится и большой кошелек, и косметичка, и ключи, и вообще все, что угодно. Хотя, кажется, она аккуратная и достаточно небольшой. Но доступ в нее будет не очень удобным, как мне кажется. Такая молния царапается. Я за это не очень люблю такие сумки на молнии. И чаще предпочитаю сумки, которые вообще не закрываются на молнию, как вы знаете. Я это уже рассказывала. Но знаю, что для многих актуально, чтобы сумка застегивалась полностью. Поэтому это хороший момент. Внутри у нее просто ткань такая холщовая, есть два кармана, один простой, другой на молнии. И все, больше ничего нет. Но по качеству она неплохая. Все аккуратненько, прошито, ниточки в тон, подобранные к сумке. Так что мне все нравится. Хорошая модель в новинках у Femme Care. Дальше мы посмотрим еще фабричный Алиэкспресс. У нас здесь с вами сегодня смесь фабричного и нефабричного. Это бренд Inflation. И здесь у меня двое брюк, две пары брюк, правильнее вы так сказать. Для меня и для мужа. Вообще это унисекс. Так что можно брать и девочкам, и мальчикам, и своим мужьям, и сыновьям, парням и так далее. И себе тоже. Себе я взяла эску бежевый цвет. Они такие свободные, широкие. Inflation вся одежда примерно такой посадки. И вторые сейчас я тоже распакую в размере M или L. Я не помню, я взяла их в каком для мужа. В сером цвете расцветок очень много. Так что обязательно переходите по ссылкам. И во время распродаж Inflation всегда участвуют в акциях. Так что у них есть и промокоды, которые можно собрать внизу в странице товара. Просто добавить их, и они автоматически применятся у вас в корзине. И есть и другие акции, которые также будут суммироваться. Это L, я обязательно примерю на себе бежевый. Муж примерит вот эти серые в размере L. Я думаю, ему будет хорошо, и мне будет хорошо. Они хлопковые, тоненькие, очень приятные на ощупь. Все в них классно. Простые брюки, которые можно носить как дома. Они такие в пижамном немного стиле. Так и на улице, естественно, тоже. 58,5% хлопок, 41,5% полиэстер. Внутри, скорее всего, у них полиэстер, потому что такая подкладочка у них. Немножечко такая скользкая изнаночная сторона вот этого футера. Но по качеству все хорошо, не единой нитки. Все очень аккуратненько, мне нравится. Но я, может, себе, кстати, M-ку брала, у меня такое ощущение, что резиночка тугая. Дальше мы посмотрим еще обувь. И как раз я вам покажу те самые балетки, про которые я сегодня все видео тут вспоминаю. В подарок положили такую голубую в цвете Тиффани. Резинку для волос. И это Мэри Джейны на небольшом каблуке в серебристом металлик цвете. Одна из самых трендовых пар обуви именно в таком формате, именно в серебристом металлик. Я еще одни жду с Алиэкспресс. Подобные. Но они без каблучка. Это будут просто балетки, не туфли. И они были под бренд Massimo. Они мне еще не успели прийти. Видимо, их еще не отшили на момент того, как я их заказала. Так что обязательно подпишитесь, колокольчик поставьте, чтобы не пропустить этот выпуск. Я думаю, многие ждут подобные туфли, потому что очень популярны сейчас. Это бюджетный магазин. Здесь вся обувь в районе двух, двух с половиной, трех тысяч. Я не могу называть цены, потому что очень растут они быстро сейчас. То, что я заказывала около месяца назад. Сейчас, конечно, все значительно дороже из-за того, что подрос курс. Но я надеюсь, что на распродаже эта ситуация все равно выровняется. Будут и акции, и промокоды. Так что можно будет их как-то побюджетнее взять. Тем более будет акция 250 рублей с каждой покупки от 750 рублей. Это акция, которая автоматически также применяется просто в корзине. Так что можно будет экономить. По размеру 240. У меня стопа 24 сантиметра. Я недавно измерила. Мне подросло, потому что я когда подросла стопа, я когда последний раз измеряла, у меня было 23,7. Вообще изначально, когда я начинала только делать свои заказы на Алиэкспрессе, у меня стопа была 23,5. Сейчас уже 24. Но всегда по-разному. Когда измеряешь, можно получить разные значения. Поэтому важно измерять правильно. По идее, самое правильное считается на листочке. Но еще есть вариант, когда ты стопу прислоняешь к стене максимально плотно, отмеряешь, где у тебя большой палец, ставишь отметку и измеряешь сантиметром. Недавно, кстати, еще шутили, что сантиметры бывают тоже разные. Китайские сантиметры вообще по-другому у них там свои измерения. Поэтому у продавцов, видимо, тоже разные размерные сетки. По-разному потом обувь вся садится. На самом деле это везде. Это не только на Алиэкспрессе. Везде, в любом магазине каждая обувь будет сидеть по-разному. Я обязательно с вами поделюсь своими впечатлениями про эти туфельки красивые. По качеству у меня здесь нет нареканий. Конечно, видно, что это бюджетная пара обуви. Они не супер качество, но они и стоят бюджетно. Поэтому чего тут от них ожидать. Они просто очень модные, трендовые, потому что здесь квадратный мысок. При этом он не очень острый, все-таки более такой женственный. И каблучок. Но каблучок, если честно, мне не нравится. Я бы лучше хотела без каблучка совсем плоские балетки. Поэтому я жду еще один вариант с Алиэкспресс, который мы с вами скоро посмотрим. Еще обувь на сегодня тоже у нас из магазина Fido. У нас вот такой черный пакет здесь в комплекте. И это тапочки под Zara. Тапочки, наверное, неправильно называть совсем так. Как-то просто назовем это Сабо. Такие пляжные Сабо. В золотистом цвете. Тоже, кстати, металлик актуальный сейчас. Мне кажется, они и в серебре тоже были доступны. В золоте у меня пока нет металлика никакого. Так что я решила золотой тоже заказывать. Так как это модно, стильно, актуально сейчас. Они какие-то кривоватые немножко. Как будто бы помялись. Они неровно стоят. Мне это не очень нравится. Но я думаю, что это выправится. Либо это будет вообще незаметно абсолютно при носке. Я, по крайней мере, на это очень сильно надеюсь. Здесь пленка прикреплена. Ее нужно отцепить. Потому что она создает впечатление, как будто бы они какие-то поцарапанные, что ли, побитые. Но это на самом деле просто пленка, которая, я думаю, что отлепляется. Так что посмотрим. По размеру тоже 240-24 на мой 37,5-38. В общем, какой-то у меня непонятный размер. Скорее всего, все-таки 38. Вы увидите в примерке, как они мне. По качеству нормальные. Единственное, что только помялись, но они такие сами по себе тоже все гнутся, мнутся. Я думаю, что от Zara на самом деле не очень будут отличаться. Но брендинга здесь никакого Zara нет. Идем дальше. А, давайте еще одна. У меня тут пляжная находка к этим тапочкам. Кстати, очень классно. Это все будет стилизовать вот с тем платьем. Фанселанин в стиле Боха. Я нашла вот такую сумку, авоську, которую давно на самом деле уже хочу. Что-то подобное. У меня была, кстати, очень похожая, есть до сих пор. Но она пожелтела после пляжа. Не отстирывается совсем ни в чем. Как-то плохо выглядит. Она очень тяжелая. Из магазина Oysha она у меня была. Наверняка, кто следит за моими соцсетями, видели. Я с ней очень много раз в отпуск летала. Но она настолько тяжелая, что мне с ней неудобно. Она у меня в итоге висит. Я в ней просто короню корзину, в общем, для грязного белья. Она у меня висит в постирочной. Такая вся красивая, но тяжелая. В общем, я нашла какой-то аналог на Алиэкспрессе. Она, конечно, не такая интересная, не такая вязкость. Тяжелая, красивая, как у той сумки Oysha, которая, кстати, стоила практически 5000 рублей. Это, конечно, намного дешевле. Но и такой бюджетный вариант. Но, кстати, у нее нет никаких ниток, ничего плохого, никакого неприятного запаха. Мне кажется, она классно будет смотреться в образах летних, в качестве пляжной сумки. Можно этот холщовый пакет внутри вообще убрать. И тогда она будет вот такой прозрачной. Можно просто гулять в магазин с ней. Удобно, да, с такой вот авоськой ходить, картошку туда положить. Мне кажется, классная сумка. На самом деле, они актуальны каждое лето. Они прикольно смотрятся, потому что добавляют фактуры какой-то такой органической образу. И, кстати, даже не только вот с Боха стилем, мне нравится вообще комплектовать разные стили. И мне кажется, такая сумка будет классной с деловыми, например, брюками, с деловым брючным костюмом бежевым, либо льняным. Очень круто будет смотреться. Например, с моим костюмом Эрзив, любимым льняным, я точно ее буду носить. Дальше я распаковала как раз деловой костюм. Мои девчонки, мои подписчицы просили меня такой поскорее показать. Я говорю, да, у меня он есть, он у меня давно уже лежит, у меня все до него руки не доходят. Не знаю почему, вот, взяла, показываю. Костюм из магазина, по-моему, Born Ladies, он в черном и в синем цвете доступен. Он состоит из шорт, который имитирует юбку. Или наоборот, юбка, ну, в общем, сзади это шорты, спереди это юбка. Застегивается это все на молнию. По размеру я здесь выбрала себе М-ку. И идет это все комплектом, то есть по отдельности взять нельзя. Это комплект из жакета, жакет очень плотненький, с подплечниками большими, будет классно форму держать. Он двубортный, есть у него карманы. Я вам говорила уже, что вот такая полоска тоненькая, это сейчас тренд. Я показывала вам брюки из магазина Виксера в полоску, которые супер длинные, у меня так и не нашлось времени, чтобы их для себя укортить. Я заказала еще такие брюки тоже у Виксера в других расцветках и заказала другие брюки из их магазина посмотреть, потому что я так обрадовалась, что наконец-то что-то, что подходит высоким. В общем, посмотрим скоро с вами. И этот комплект мне тоже очень нравится. Я надеюсь, что я в него влезу, потому что эта М-ка, она кажется не очень большой, то есть все-таки маломерец, скорее всего, на один размер. Но жакет при этом достаточно оверсайзовый, свободный. По качеству хороший, достойный комплект. Born Ladies также со мной делятся промокодами, так что если они мне предоставят, я обязательно закреплю на экране и в описании под этим видео. Так что можно будет еще больше сэкономить, помимо распродажи, всегда приятно. Дальше мы посмотрим еще одни очки. Это тоже под бренд Ray-Ban, тот же самый комплект и тот же самый магазин, но другая модель. Это вот такие самые классические унисекс очки, которые и в мужской коллекции, и в женской всегда представлены. Возможно, они вообще, кстати, унисексы и не делятся на мужские и женские, этого я не знаю. Вы видите их на мне, я примерю их еще на мужа, посмотрим, может они ему будут хорошо и вообще он их себе заберет. Я люблю вот такие Ray-Ban. Они актуальны уже лет 10, как мне кажется, они не выходят из моды, они всегда классно смотрятся в любой расцветке. Здесь, кстати, утолщенный пластик у них, то есть он такой как бы прорезиненный, софт-тач, не совсем те классические Ray-Ban, которые у меня были вот как раз году, не знаю, 2008, когда вот они только вышли и были очень популярны. Мне нравится, по качеству все хорошо и по комплекту тоже хорошо, хорошие очки в этом магазине. Еще из украшений сегодня, из аксессуаров, вот такая коробочка Банклиф белая, был еще пакет. Внутри еще одна коробка зеленого цвета, такого салатового, с гравировкой бренда, и это браслет. Я в своих видео, сколько назад уже не помню, зимой, по-моему, я показывала комплект также от этого селлера, из ожерелья и сережек. Очень понравился он моим подписчицам, всем, кто его заказал, мне тоже понравился, неплохо все сделано. И комплект приятный, так что я решила еще браслет вам покажу, сейчас я его, ладно, я сама сейчас на себя не надену, но я в примерке вам покажу, мне нравится, как он сделан. Ссылка будет скрытая, на ней будет матрас, не удивляйтесь, это так продавец просто маскирует, чтобы его не удалили. У него также есть сайт, я все подробненько в описании под видео напишу. Мне нравится, у него было доступно несколько вариантов вот этого материала под золото, то есть в розовом цвете, в желтом у меня именно желтый. И перламутр тоже был в разных вариациях, как и у этого бренда черный, зеленый, красный. У меня классический белый, в принципе, неплохо он выглядит. Конечно, понятно, что это копия, скорее всего, сразу же, но неплохое качество. Мне кажется, лучше, чем, по крайней мере, то, что я иногда вижу в некоторых магазинах, у нас в торговых центрах иногда стоят посередине такие, как их правильно назвать, я не знаю, острова, варьки, я хотела сказать. Острова, да, в которых продают вот такие вот брендовые штуки, и всегда там совсем не очень хорошее качество. Здесь лучше, действительно лучше. Дальше мы посмотрим найки, они от этого же продавца, то есть тоже их можно и на сайте у него посмотреть. И по скрытой ссылке Air Force в чисто белом цвете беру их уже не в первый раз, потому что убивается у меня такая обувь. Я очень часто ношу подобные найки. Во-первых, они классно смотрятся с любыми образами, во-вторых, они мне удобные. Но, кстати, по размеру. У меня такие в прошлом году от другого сейлера были. Они у меня были в размере 38, большеватые. Мне всегда приходилось стельку подкладывать. Поэтому здесь я взяла 37,5, они по стельке идут 23,5. Я вам уже говорила, что у меня стопа 24. Поэтому я сейчас это примерю. Я понимаю, что у каждого сейлера может быть вообще по-разному. Даже, кстати, в магазинах фирменных иногда бывает обувь тоже разная, так как производится... Мы, например, тимбленды, когда покупали оригинальные, они в одном магазине подошли в одном размере, а в другом магазине подошли в другом размере, потому что у них была разная сторона происхождения. Я, конечно, не уверена, что у найков будет так, потому что все равно, наверное, в одном месте все производится. Но, тем не менее, я обязательно поделюсь с вами своими впечатлениями по размеру и стельку еще замерю. Точно напишу вам, потому что я, когда начала замерять стельки, я поняла, что у всех они разные. Где-то они 24, где-то и 24, и 5 бывают. Внутри все очень аккуратно. Качества нареканий у меня нет никаких. Очень хорошо все сделано. Я довольна на 100%. Единственный момент, это не угадать с размером. Для меня это самая большая проблема. И, да, важный момент, этот продавец отправляет без коробки. Если вам нужна коробка, пишите ему. Я вам уже объясняла, почему так происходит. Чтобы на таможне товары не изъяли, мне он присылает в коробке, потому что у меня очень много посылок идет, и мне иначе все портится. Это очень большой объем. Дальше мы смотрим сумочку Пинка, и она как раз приходит в коробке. То есть вот это другой продавец. Так что комплект здесь будет точно такой же. Есть бирки Пинка. Есть вот такая вот карточка Пинка. Там вот пакет Z-plog фирменный. И коробка коричневого цвета. Сумка в белом цвете. Она была доступна еще в черном, если мне не изменяет память. Вот таким вот образом она выглядит. Я думаю, что это искусственная кожа. Но я это уточню у продавца. Я думаю, что искусственная. Похоже, по крайней мере, именно на искусственную. Хотя внутри... Ой, внутри какая-то надпись ужасная. Должно было быть написано genuine leather. А написано... В общем, плохо. Внутри сделана сумка. Это минус. Это мне не нравится, но я вам это все подробненько покажу. Вообще, на самом деле, сумок Пинка я уже несколько вариантов показывала. Вот этого продавца, и они были хорошие. Это первая сумка, которую я получаю. И у нее внутри вот такая вот надпись некрасивая. Я обязательно с продавцом свяжусь. Скажу, что так... Ну, как-то не должно быть, наверное, у такой сумки. Она не дешевая все-таки. Какое-то качество не самое хорошее. Но посмотрим. Если он его как-то улучшит, модернизирует, я обязательно вам об этом расскажу. Ссылку, конечно же, оставлю. Но своими впечатлениями я поделилась. Это не самое лучшее качество, которое я видела далеко. Здесь и по надписи Пинка на птичках на застежке у меня есть вопросики. Потому что как-то буква Пи не до конца здесь выгравирована. И по надписи внутри тоже мне не очень понравилось. И материал совсем такой вот. Ну, прям видно, что искусственная кожа совсем не очень хорошая. Вот. Так что бывают разные находки. Не все оказываются хорошими, к сожалению. Получилась сегодня большая распаковка. Я надеюсь, вам понравилось то, что я вам сегодня показала. Все ссылки находятся в описании под этим видео. Так что проверяйте. Не забывайте, что сейчас распродажа. Так что подпишитесь на мой телеграмм «Али Визрон», чтобы быть в курсе всех скидок, промокодов, акций и новинок на Алиэкспрессе. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, в которых я покажу вам еще больше бижутерии и классные балетки под Массимо. Ну и вообще много всего интересного. Очень рекомендую вам подписаться. Ставьте лайк. Мне будет очень приятно. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok